Добро пожаловать на наш канал! Наши любимые белорусы, наши побратимы. Это государственное учреждение образования Новкинская средняя школа Википска района Республики Беларусь. Добро пожаловать на наш канал! К сожалению, он сегодня не смог с нами выйти в эфир, но он прислал буквально утром замечательное видеообращение. И вот это видеообращение, если вы позволите, я сейчас поставлю в эфир на несколько минут. Вот таким образом мы начнем. Он очень красивые слова говорит именно про наше взаимодействие. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, гагаринцы! Здравствуйте, наставники, педагоги наших замечательных ребят, которым выпала великая честь и великая ответственность нести высокое и гордое имя «Гагаринец». Друзья, соотечественники, мы искренне рады тому, что сегодня в этот день происходит знаменательное событие. Знаменательное и, пожалуй, не имеющее аналогов в современной России, в современной Белоруссии, в современной Новороссии. Сегодня три школы, три замечательных гагаринских отряда знакомятся друг с другом, протягивают друг другу руки, вниманием своим охватывают такие пространства – Белоруссия, Новороссия, Россия. Единое Отечество, единая цивилизация, единая судьба, единое великое космическое будущее. Сегодняшняя встреча кладет начало большому пути, большому пути дружбы, сплоченности, единства, добрых дел, свершений и, конечно же, роста. Роста духовного, интеллектуального, физического, творческого и большого-большого труда на благо нашей Родины и нашей Отчизны. Ребята, пусть сегодняшняя встреча будет осенена интересными, новыми открытиями. Посмотрите друг на друга, посмотрите, какие вы разные и какие вы одинаковые, какие все мы разные и какие одинаковые русские люди, живущие на нашей прекрасной земле, нашей замечательной Родине. Дорогие педагоги, дорогие наставники, низкий вам поклон за этот труд, за это родение, за это неравнодушие, за это стремление внести свой вклад в сплочение нашего народа, в укрепление нашей цивилизации, в победу в войне и в победу над войной. Ведь наши ребята, это и есть наша надежда, это и есть наше будущее, это и есть то, ради и во имя чего мы сегодня претерпеваем все трудности и невзгоды настоящего. Вот это будущее достойно того, чтобы все свои силы и всю свою жизнь на это положить. Поэтому, ребята, взрослые, успеха вам в сегодняшней встрече, пусть она будет полезной, продуктивной, а плоды ее будут добрыми для всех нас. Это у нас школа-гневой наставательский класс, но в первую очередь я хотела бы создать небольшую презентацию нашего музея, а потом установить видео, которое нам покажет вам наш небольшой спорт музей. Мы участвуем, что именно в жизни нашего музея, они хотим принимать участие, годыщих конкурсов. Сейчас они правы, эти конкурсы они принимают участие, что они делают для наших музеев-конкурсов, наших музеев. Мы приглашаем участие в различных конкурсах, например, в космонавтике. Сейчас мы приглашаем на проведение экскурсий в нашем школьном музее. Мы принимаем участие в различных конкурсах, например, в космонавтике. Мы были на крупном столе. Мы показывали видео наше, и мы присутствовали с разными гостями. Также нас приглашали поучаствовать, как было сказано, в крупном столе «Беларусь – космическая держава». А также наши учащиеся довольно часто начали проводить экскурсии, знакомить детей именно с космонавтиками. Получается, музей наш был создан в марте 2013 года. И он был создан в основании нашей новой педагогии школы. Сначала вообще создавалась музейная комната. Наш музей уникален в том, что в нашем районе нет больше таких музеев, именно в школе. Наш музей посвящен истории подвеска. Перепорядку ли он был в музее 5 апреля 2002 года. У нас такие есть разделы в нашем музее. Это первое, что наше музейная комната, которая была первоначально организован в 2019 году. Также у нас есть планетарий, экономическая площадка. На экономической площадке мы проводим наблюдения. Планетарий мы также проводим занятия, экскурсии и уходы. Вот на нашем музее комплексы. Основной комбинат насчитывает... Я хочу рассказать об удивительном месте нашей новкинской средней школы. Это наш музей космоса. Давайте отправимся туда. Поехали! Наш музей состоит из трех разделов. Музейная комната, экономическая площадка и планирование. Первыми экспонатами нашей музейной комнаты была часть двигателя нахлопосадки и бортовой журнал. В нашей музейной комнате есть и другие экспонаты. Музейная комната, экономическая площадка и планирование. Музейная комната, экономическая площадка и планирование. Музейная комната, экономическая площадка и планирование. А теперь отправляемся в форидารий. Наш мобитарий состоит в двух этажах. Единственная начальная школа Донецкая народная республика. А гососнователь нашей школы 1934. И в этом году нам будет аж сколько? 90 лет. Но несмотря на то, что Дания так, но школа молода душой, потому что школа совершенствуется, школа обогащается новыми витами, знаниями. И у нас также есть музей, который называется Отечественная школа номер 5. У нас создан отряд гагаринцы, наши юные гагаринцы. У нас также работает движение отряда России и движение первых. И, конечно же, у нас есть в музее отряд, который называется у нас «Предники победы». И вот сейчас немножечко о работе нашей школы они с вами и поделятся. То есть о своих. Они также участвуют и в конкурсах, и в мероприятиях, и в акциях, и все то же самое, что и у вас. И предоставляют какого, нашим учащимся, какого-то. Космонавтик, которые были. И вот как раз ключ запуска. Пусковой, да. Да, пусковой ключ. Их делается всего два для полета. И вот один из них подавили нашей школе. Вот у нас памятник Королёву. Так он выглядит. Есть у нас тоже рисунки, посвященные космонавтике. Как раз вот Юрий Гагарин. Сейчас говорили. И переходим дальше в музей. Вот так же рисунки. Вот как раз фото галереи, о которой вам говорила Ольга Анатольевна. Сейчас мы остановимся у новой эксперты. Номентально вот, посвященный Юрию Гагарину. Вот как раз тенд, посвященный нашей школе, связанный с Днями космонавтики. Да, и Максим Дмитриевич, там еще, покажите нам, а вот, посмотрите, ребята, вот это не просто так на улице ракеты. Это дело в том, что у нас в школе проходит, существует кружок по созданию вот таких ракет. И 9 марта, в день рождения Юрия Алексеевича Гагарина, и 12 апреля у нас проходят на стадионе запуски вот этих ракет, которые делают сами ребята при поддержке педагогов. И ежегодно проходит у нас у Петропавловской крепости. Это такая наша достопримечательность Петербурга. Знаете, наверное, кто не знает, мы приглашаем в гости, мы вам покажем обязательно. Ребята проведут экскурсию. Так вот, у стен Петропавловской крепости проходят запуски ракет, в которых принимают участие и наши ракеты. Мы в будущем уже еще раз встретимся, желательно еще вживую, и вы увидите, как мы улучшили память за историей нашей космонавтики. Это, значит, у нас возле школы есть абеллист. Абеллист, он, он делал нашим погибшим ученикам школы, которые в 1941 году со школьной стрелы пошли на стрелы, к сожалению, погибли. И мы знаем, что ведется российская акция по медитации, но у вас тоже медитация. Да, вот мы подключим, мы к ней подключимся, рассказывайте, рассказывайте. Да, и мы будем высаживать сегодня кусты, кусты пионов, и также будем высаживать такие кусты, которые называются нарциссами. Мы вместе с ребятами, представителями ракетных отрядов, сегодня пойдем на улицу и к нашему абеллисту, который находится за окном, и высадим эти кусты и цветы. И так, как у нас не очень хороший интернет, то есть на улице мы не сможем с вами связаться, то давайте, наверное, сделаем, обменяемся видео или фото. Это у нас в этом году, в 24-й год, это будет сенье, поэтому мы с петербургскими обсуждали, что акцию челлендж предлагают белорусам в 1-й линице. И в течение, в течение этого времени мы пришлем вам, мы обменяемся челлендж делаем, знакомимся с теми, как раз у нас гатаринский готовый приз, познакомимся с теми, в петербургске нам показывают свои гатаринские семьи. Это будет очень интересный такой обмен нашими семьями в рамках этого года. Как вы, Белоруссия, как вы на это посмотрите? Мы быстрее не в том, что я не вражаю. Ну, я вам, как раз, продолжим знакомиться с школами, обменяем с опытом и, наверное, какие-то творческие проекты будем делать совместно. Мы сильнее, просим, снимаем, нас. Сейчас, папа, сиди, папа, дели, не смотришь. Мы помним, все с тобой. Да, вот это не надо. Это не работа. Нет, друзья. А для них у друзей нет сухоты. Нет, друзья. Нет, друзья. Нет, друзья. Но для них у друзей нет сухоты. ПЕСНЯ